Мы положились с доверием и тем, что вам какую-то полезную информацию вы сегодня получите. Мы можем построить наши занятия, нашу встречу, нашу беседу разными этапами. Я могу какие-то вещи вам изложить, потом какие-то послушать вопросы. Можем начать наоборот, разбирать какое-то одно произведение на каком-то примере, кто-то сам смежно его переспоет, и мы можем все вместе обсудить. Может быть это такое, одно выступление, я просто думаю, много мы не успели обсудить, но просто какие-то попутно вещи можно попутно говорить. Мне кажется, это вам интереснее будет таким образом. Потому что сольного концерта я не хотела сделать, но какие-то я придумала себе песенки, иллюстрировать какие-то свои мысли, скажем так. Поэтому давайте, может быть, мы... Ну, несколько слов я скажу, наверное, все-таки про таких общих и конкретных, чтобы как-то мы немножко расслабились. во-первых, потрясающе, что мы вступили на этот путь общения с гитарой, потому что это такой, знаете, путь открытия своего сердца для людей. И вы сами, во-первых, к себе помогаете очень сильно, психологически, когда вам плохо, когда вам хорошо. И, с другой стороны, опять же, помогаете людям, потому что вы находите единомышленников. Да? Ну, в общем, наверное, эти вещи вы уже сами почувствовали, да, наверное, когда уже где-то выступаете. Вот, и, конечно, надо стараться вот этот круг, если вы уже, допустим, сейчас в основном здесь исполнитель, только у нас вот вы автор, да, по-моему? У нас есть композитор Никита. Да. Еще есть скрытые поэты, так что... Ну, тогда большинству интереснее исполнительские моменты, но они, на самом деле, важны и исполнителям, и авторам, и композиторам. Это момент исполнительский, потому что очень важно донести свое творчество. Если ты там написал песню, потихонечко ее там промурлыкал, кто тебя не услышал, не понял вообще, что ты пришел сказать, а ты думаешь, какие все дураки, да? Всегда надо идти от себя, что, может быть, я что-то не то сделал, я как-то неправильно донюс свою мысль, не сумел. Потому что очень много вот есть законы восприятия человеческого. То есть я какую-то мысль к себе думаю, вот я вам расскажу это. Пока я это говорю какими-то словами, вы думаете вообще о другом, например, так, что вы сегодня не выспали. И вообще плохо, так сказать, коммуницируете. То есть вообще не о том. То есть киваете, а мысль не воспринимаете. Потом она как-то каким-то образом, может, в голову заходит и уже какой-то обрывок. Совсем не то, что я говорила. Но это просто именно закон жанра. И поэтому чем ярче вы будете доносить свою мысль музыкально, у исполнителей не так много средств. Первое то, что мама с папой нам дали, тембр голоса, да, какие-то физические данные, которые там помогают, либо мешают. Либо это надо, это вам сразу помогает, либо это вас тормозит и вам надо это преодолеть, да, чтобы люди как-то на вас настроились. Потом форте-пиано. Самые, в общем-то, такие элементарные вещи, но они очень работают. Можно проорать всю песню, да, там. Просто у меня очень много примеров, мы просто много очень песен прослушали. И хочется, чтобы песня была, например, с развития. То есть начинаешь что-то тихонько, да, потом ты где-то добавил, да, эмоции. А потом шоу, например, работать. И вот эта тихая мысль, она, может быть, более будет ярко воспринята, чем, если бы фильм прокричал, не знаю, о мире, о любви, да. То есть вот очень аккуратно надо пользоваться вот этими красками. Это как вот в рисовании, да, как в живописи. По сути, очень похоже. Можно все там мазками набросать, и такая картина будет. Что-то может быть тонко, да. И песни такие же есть. Есть акварельные песни. И очень важно, чтобы вот художественный образ, который возникал, вот у человека, вот ты выходишь, да, и хорошо, когда вот этот образ гармоничен. То есть когда человек, например, что-то поет жесткое, там какая-то очень юная, нежная девушка, то это не всегда. Или какие-то возрастные вещи. Я бы просто сама помню. Я бы как раз всего себе что ломала. И это было такими, знаете, позвоночник у меня сломан, обе ноги сломаны, рука сломана. И это было такие, знаете, точки, когда ты сидишь на якоре и, так сказать, читаешь книжки, слушаешь музыку. Я помню вот песню «Содор в уходящем поезде». Никитина, мне было там 20 лет. Это для меня было просто песня, какой-то шедевр. Я должна ее спеть. И я там мучилась с этим аккомпанементом. Тогда мне еще тяжело это все было. И понимаете, я понимаю, что вот эта песня взрослого мужчины уже, который там много лет жил, там какой-то жизненный опыт. И я понимаю, как это со стороны, наверное, смотрелось забавно в то время. Но я сейчас тоже вижу такие примеры, просто вспоминая себя. Ты там ломаешься. Конечно, технически мне это дало. И мне кажется, всегда надо петь песни, которые вам нравятся. Другое дело петь их на людях или петь их совсем доверенным лицам. Это тоже вопрос, так сказать, ума. Где тебе исполнять репертуар исполнительности? Это очень важно. Особенно конкурсный репертуар. Это, наверное, даже больше может быть по как педагогам. Но это очень важно, с чем идти на конкурс. Потому что песня должна быть сразу услышана. И, к сожалению, это вот закон жанра. Тут никуда не деться. Можно упереться, там преподаватель советует одно, а ты говоришь, нет, мне нравится вот эта песня. Я буду вот эту песенку, да, и пойду не понятая никем. Но зато я себя вот хотела, и я это спела. Ну вот это не для конкурса. Потому что на конкурсе все-таки мы хотим, наверное, как-то отчасти победить, как-то себя показать, опять же, чтобы ты был полный. Вот. Ну вот, это такая легкая водная. Да, еще не доказано, не сказал, фортепарм, еще, опять же, пауза. Что очень важно. Вот, пауза, нельзя недооценивать, ну, казалось бы, что такое пауза. Был такой народный артист Советского Союза, Юрский, Сергей Юрский. Он начинал, кстати, ужасно картален. Он бредил театром, а физических данных у него не было к тому. Он занимался, у него там во рту камушки, он там... То есть я читала книгу, его воспоминания, его жизнь, как много он вложил труда, чтобы вот так вот легко все делать, то, что он делал, и весь народ открывал. Говорит, самое важное, это искусство держать паузу. Чем выше ранг актера, ну, читая исполнителя, тоже любого, пауза, и люди ждут, что это не конец песни, понимаете, можно вот сделать паузу, и тебе все захватываешь, да? То есть, по сути, ты провалил вот эту паузу. А вот когда ты держишь эту паузу, и все так замерли, а что же будет дальше? И вот это очень важно. Момент такой, его, наверное, трудно показать, но его вот можно, если ты сам песню чувствуешь... Почему я говорю, что очень важно, чтобы песня нравилась, то, что тебе близко, то, что ты можешь сам пережить. И самое важное, чтобы заставить людей пережить не твои переживания, а свои. Самый высший первый план, чтобы человек думал о своей, там, не знаю, несчастной любви, допустим, да? Каждый поет о своем, а чтобы у человека, там, не знаю, какие-то эмоции рогнули, чтобы он что-то понял. Именно о своем. Я вот понятно говорила, да? Ну, давайте, может, кто-нибудь там что-нибудь споет. Тихон, это Тихон. Тихон, тихон. Я спою песню по дороге на Эльбрус, автор Сергей Светлов. Песня. 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 Поешь смелый парень. Как вы думаете по поводу соответствия репертуара? Понимаешь, ты убедил людей, ты можешь петь эту песню, это уже здорово. Единственное, что я думаю, когда люди идут на Эльбрус, я вообще сама, когда я куда-то не... У меня есть одна песня про альпинистов, которые меня попросили писать, и я очень боялась, как вдруг это неправда будет звучать. Пела альпинисты, говорят, может быть, а вот так вот, как вот. Потому что, когда ты это не изведал, это на самом деле очень такой момент тонкий. Люди, которые там были, сразу почувствуют какую-то фальшку. Поэтому, когда шаг-шаг, след-след, ты немножко формально поешь. Я думаю, что идти на самом деле очень непросто. Ты себе представляю вот эту дорогу. Посмотри какое-нибудь документальное видео, как там они идут. Они каждый шаг взвешивают. Понимаешь? Потому что, чтобы там не оступиться, иначе там сразу вся святка. Поэтому шаг-шаг, след-след. Вот чтобы это был не шаг-шаг, след-след. Понимаешь? Вот немножко вот это место. Давай еще. Как мы шагали, шаг-шаг ступали, след-след. В тумане только ты не тул. Пусть под дороги на эльбрус. Да, она такая ритмическая, ты очень хорошо играешь. Басы я очень люблю, когда басы выразительные. Так что ты молодец. Вот старайся не пробалтывать. Да, вот не торопись от некоторых словах. Спасибо. Бывайся дальше. Так, еще песни, знаете? Здесь просто будет тема еще. Ага. Нужно и сидеть, нужно стоить, да? Кто как хочет. Как кому удобно. Тут по сути такая беседа, тут не выступает. Бывает песня, хочется стоить. Да, да. Чтобы по сути другой. Да, я согласна. Нет, песни очень разные. Вот в чем, как бы, прелесть. У нас еще есть прелесть авторской песни, что она сбирает все жанры, все настроение. Может быть, сюда угодно, чтобы как-нибудь. А вы еще, обычно, когда сидишь, там мне рассказывают, что там зажимается какая-то там часть диафрагмы, и ты не можешь там петь так, как поешь, что ли? Это точно нет, то, что это по-другому. Ну, просто, во-первых, у всех кто-то не настолько владеет инструментом. Некоторые только сидя могут петь. Это очень индивидуально там бывает. Конечно, посыл лучше столь, это несомненно. Все чакры у тебя открыты, вот и весь. Здравствуйте, меня зовут Регина Викторовна Дидова, и я хотела бы исполнить песню Ольги Чикиной «Кошачьей». Как она называется? Ольги Чикиной «Кошачьей». Ольги Чикиной «Кошачьей» 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 Но, говорят, на острове Ванкувер Есть собака цвета лунной. По ночам она медленно курит, И глядит в мои странные сны И они ее поднимают И несут, как туман над рекой. И собака меня понимает, Понимает, кто я такой Что в моем маленьком сердце творятся огромные вещи Что в капиллярные сети попала опасная сила От нее зажигается кровь Я не знаю, что это любовь или это моя И любовь и звери я Но точно не я, да точно не я Да точно не я, не я Ну что скажете, кто-нибудь больше что-нибудь тоже скучит? Мурашки Мне кажется, что во-первых очень органично вот эта песня И мне понравилось очень, как вы на конкурс пели То есть вы понимаете, что вы делаете уже И мне кажется, у вас уже та стадия, что надо уже думать над репертуаром Чтобы уже какие-то там, ну вот, собрать я имею в виду песню В какой-то такой, не знаю, 30 минут, 45 минут или час Концерт не дает еще Об этом подумать, потому что, в общем, определенные есть законы выстраивания Нельзя там петь песню, не знаю, мне кажется, вот такой ритм аккомпанемента Внутри песни ты его слышишь, и все, и люди уже устают От именно боя такого В этой песне такой рисуют Думать о том, что изменять тональность, изменять настроение Да, его поломать вдруг, неожиданно Ты поешь какие-то элитические вещи Чувствуешь, что пора там, внимание как-то уже гаснет Понимаете, да, члены? Ну, это мне очень понравилась эта песня Ну, просто я бы, вот, Оля так же играет, да, вот, по гитаре? Ну, да Ну, такой вот, я бы что-то, вот, если бы я вот взялась там Ну, я, наверное, не взяла за эту песню Но, если бы взялась, я бы что-то поменяла бы, вот, чтобы было Ну, как бы, себя куда-то применила Не делать так какое, а сделать, подумать, придумать Какое И вы, 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 вы что-то еще Хотя, ну, динамика была, мне очень понравилась Очень так тонко, достаточно деликатно Ну, что-то свое, мне кажется Ну, да Был живут на этой стадии, что паук такие претензии Не знаю Потому что исполнительство, на самом деле, начинается когда ты уже не поешь как оригинал то есть ты это можешь но ты уже куда-то дальше идешь например Дали он же великолепно классический владел кистью и он писал классические картины до того как в его жизни появилась он был бы отличным художником великолепным рисовальщиком но когда он нашел себя с помощью он смог выразиться и все его знали это будет успехов мой вопрос спасибо вам спасибо Регене за ее открытость вы знаете она человек чувствительный мы все творческие и очень эмоциональные люди и Регена очень чувственный такой человек и делится часто что она поет песню и вот особенно Чикини возможно они ей очень близки и аж до слез то есть есть момент когда она очень прочувствует эту песню этот момент какой то который ее очень трогает и мы с ней часто говорим не только с Региной но с Региной в частности конкретно по этой песне был момент что у нее подкатывает у меня тоже так бывает мы как-то справляемся может быть вы поделитесь как справляться с этой эмоцией которые нельзя показать в песне может быть можно как вы скажете но мы думаем что не стоит показывать настолько ну то есть вот удержать эту эмоцию чтобы все таки песню туда петь так как ты хочешь ее туда петь и как чувствуешь сейчас но не сорваться на плач да, чтобы голос не сорвался да, это я очень вас понимаю у меня такие же проблемы были ну я вам хочу сказать что просто надо этот момент вот такого пережить имеется ввиду что какое-то время ты поешь и даже может быть без людей то есть ты должен как вот доктор ее вот спеть и на люди ты точно должна уже выйти спокойно чтобы плакали другие на самом деле не чтобы ты плакала тебе сочувствовали а чтобы люди о своем именно то о чем я говорила чтобы они о своем плакали у меня был такой забавный пример из жизни мне очень нравилась песня Александра Иванова Дрема тут сходит Дрема по салону вот и я ее слушала у меня мама тогда ушла это переживала и я все время плакала думаю какая-то замечательная песня но не для меня у меня даже сейчас подкатили там есть такие песни ну что с этим опять хочется ну да я ее отложила она лежала полгода потом значит приходит Наталья Юрьевна Сарпова с которой мы поем дуэтом Наташа Света я такую песню нашла для нашего дуэта ты вообще обалдеешь просто и встают мне эту песню в исполнении Малыгина и они поют ее ходит Дрема по соломе такой вообще я настолько она другая трагичная я настолько мне это помогло я так благодарна Малыгину что просто я собрала все нервы в кулак и мы ее спели вообще нормально великолепно и на конкурс капелите вот просто у меня как-то вот это понимаете вот такой был момент да нет несомненно но вот то что надо самой отплакаться чтобы на людях уже ты была сильна понимаешь не слаба а сильна потому что когда ты слабый ты ничего людям не дашь людям нужна им сила энергия и вообще все происходит на самом деле правда когда ты отдаешь и вот это следующий вопрос который мы хотим сказать чтобы тебе было что отдать ты должен быть физически очень сильный выносливый там не знаю надо плавать надо дышать надо себя все время физически не знаю на природу ездить то есть вот от людей отдыхать на природе это вот то что лечит помогает мне например какое-то объединение это очень важно потому что если ты не сам такой хилый то что ты людям дашь тебе только посочувствуют и все вот а когда ты спокоен когда ты наполнен энергией тогда ты можешь ей делиться понимаете а все вот я уже давно уже все именно меряю энергией и вот это вот очень важный момент свитер я не спорю я не спорю вы спорю у меня вопрос вот по поводу эмоций да что вы хотите сделать зачем для меня авторская песня в первую очередь общение личности сцена это уже отдельное это уже актерство еще что такое вот когда мы сидим на кухне человек поет и у него слезы бьются для меня это самый класс авторской песни конечно самое настоящее конечно это есть это здорово на сцене на сцене возникает вот такая вещь я стою я переживаю песню мне кажется что у меня на лице все написано что я все интонирую так что люди должны просто зарыдать здесь или захохотать а люди не хохочут и не рыдают то есть вот это актерское искусство то что у нас внутри и то что мы умеем показывать это разные вещи это надо заниматься актерством и там начинается работа с зажимами и там прочие всякие вот эти техники которые у Чехова или вот в живальем образ Капу Станиславского то есть это начинается уже немножко в стороне от авторской песни то есть это работа на сцене ну для меня пока не было поэтому смотря что хочется хочется делиться, рассказать тогда мне кажется не так страшно ну и черт свой голос он не так споет но зато ты веришь человеку сразу а выходит человек красиво поет ну понимаешь если он каждый раз будет плакать если он выходит и все время плакать будет понимаешь я уже не знаю уже подумает человек более если вы уходите плакать надо ну понимаете мы же еще много отдаем на сцене действительно вот Егина уже начала отдавать я тоже чувствую я почувствую ей ныть да конечно почувствую нет ну ты в конкурсе мы уже давно пошли да она она умеет отдавать но она сдает если полностью и потом как вышли лимон ну это нормально вот эту норму или не надо ее чувствовать нет это надо норму ну просто надо восстанавливаться потом уже после концерта ты не на людях сколько ты отдашь сколько ты отдашь господь то мне дал сколько ты отдашь столько тебе вернется это все вернется мы сдерживаем когда идет есть мысль что надо сдерживать все таки эмоции в том смысле когда ты например вот есть такая беда у этой барышни как вас зовут Леночка вот Леночка она немножко переигрывает лицо вот я просто сама это переживала мне все время то есть вы наверное занимаетесь вот там в студии да? как то там вот мне кажется чуть-чуть много вот понимаете вот что называется тот момент и как то уже нарочито получается и вот и эту дозу каждый наверное в себе должен вот чувствовать вот это вопрос я понимаю что ты вообще в Share вы вот всей на если вы будете вот здесь это держать не на лице понимаете потомучто немножко отвлекает от того что вы делаете вы чудесно все это чувствуете немножко вот как раз вот этот Bereich чуть-чуть прибрать и будет у вас dynasty вот это вот хочу сказать сказать, это просто думала, чтобы там не обидеть, не прониклись, можете услышать. Просто не было момента нам пообщаться. И очень хотелось бы, чтобы вы тоже потом были. Спасибо, вы меня услышали. Спасибо большое. Так, кто у нас следующий? Давайте, у нас время-то тикает. Да, время тикает, давайте дальше. Ребятки, кто пришел, быстренько находите, стулья собейтесь. На сцене, стулья, давайте, смелее. Нет, я уже сюда пришла с группой. Ну, у вас такие уже зрелые. Берите, вот, лапочки еще. Вот там, второй ряд. Нет, второй ряд, давайте, смелее. Давайте, первый ряд, немножко сюда. Ты хочешь, заходи, пойдешь? Можно, можно, или сюда вставай, чтобы тебя ребята видели. Представься, пожалуйста. Элина Курганова. Элина Курганова. 10 лет. Да, Элина. Клуб авторской области «Вертикаль». Петя Юлия Устинова, Тургадь, Южечка Равы. Сейчас, ребятки, всядут, замолчат чуть-чуть. Хочешь вот сюда встать, Элечка? Смотри, чтобы просто не спиной. Не ко всем спиной. Все, готовы все? Ты куда бежишь, корабли? Ты куда спешишь, корабли? По росточная канала не впадает в океан. Дальше от Кива до стука, Тут и вся твоя дорога. Кто же был способен только На такой обман? Я на берег утренней, Где нет, Причала, Чтобы петь, Удобно пью начать. Сначала Островом лежать зелёный, И ветра вкличать солёный, Хей, Парусы мои крепкие. Хей, Парусы мои крепкие. Я возьму у тебя воду, На прососную дорожку, Прогуляю завтражку, Пусть отзавуча влетит Все неведомые страны, Все моря и океаны Пробежим с тобой за сутки, Кто нам запретит. И на берег утренней, Где нет, Причалом, Мы придём, Чтобы жить свою начать. Сначала К островам бежать, И лёгать, И ветрам кричать солёный, Хей, Парусы мои крепкие. Парусы мои крепкие. Парусы мои крепкие. Несанкционированные выступления. Да, нам бы распеяться, Гитару бы настроить, наверное. Ну, хорошо, молодец. Я хотела сказать, Что, конечно, Выбор песни верный, Конечно, Но пока ещё не попадаешь В ноты и ритмические. Вот эта песня, Надо её немножко как-то сдвинуть. Во-первых, видимо, У тебя гитара отвлекает, Поэтому ты поёшь её очень серьёзно, Думая о гитаре. Ты куда вяжешь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канава Не впадает в океан. В решётки водостока Вот и вся твоя дорога. Кто же был способен Только на такой обман? Я на великутре нигде нет причала, Чтобы песню новую начать сначала. К островам бежать зелёным, И трав кричать солёным. Эй, парусам мои крепки! Эй, парусам мои крепки! И так, бля, Песня-то, она не такая унылая, грустная. Ты на проигрыше Ты там задерживаешься, Потому что и выходишь из ритма. Понимаешь, песня, она такая энергичная. Она же о чём? О том, что кораблик Бежит по речке. Вот можешь как стих-шок её рассказать? Вот что было задорно, Вот чтоб тебя гитара не сдерживала. Как ты её чувствуешь? Без песни, без пения, Просто как стишок. Можешь прочитать? Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канава не впадает в океан. От решётки водостока, вот и вся твоя дорога. Кто живых способен только На такой обман. Я на берег утренний день нет причала, Чтобы песню мою начать сначала. Что-то не чувствуется, что у тебя паруса крепки. Понимаешь? Тебе не веришь, что у тебя паруса крепки. Ты не проснулась ещё на ней? Не знаю. Ты же такая, смотри, весёлая девчонка. Чувствуется, что ты очень озорная. Да? Озорная? Не знаю. Не знаешь? Когда могу сидеть часами над задачей трудной, А когда быстро? Ну вот гитара тебе поможет, Вот когда ты сидишь, Надо весь отдых, это смена деятельности. Правильно? Поэтому тебе ещё надо над гитаркой поработать, Чтобы ты чисто брала аккорды, И послушать ещё песенку, Чтобы она чисто звучала. Не всегда ты попадаешь в ноты. Спасибо тебе большое. Смелая девчонка. Успехов тебе. Так, может быть, мы сейчас кого-нибудь из взрослых пропустим? Сяди сюда. Как тебя зовут? Тая. Тая. У нас самые смелые, самые маленькие, самые смелые. Иди сюда, Тая. Что ты хочешь? Думайте, кто ещё? Время просто очень мало. Думайте. Думайте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вам эта песня кто-нибудь что-нибудь может сказать мне из исполнителей, уже взрослых, что-нибудь, свое мнение высказать? Интересно просто, какое на вас впечатление. Я что-то не судья сижу, я хотела с вами поговорить, что вам понравилось, что-то, может быть, нет. Какие вещи? Очень мелодично, но что-то не от смысла плотный. Да, честно скажу. Все? Вот, Регина. Как-то Раулинг. Сам выбор перейти хороший, но как-то не зацепили. Но сегодня, поэтому. Мне некоторые строчки прямо зацепили. Может, не весь образ, а вот некоторые места очень были как-то проникновены, сказанные, так что прямо даже не пробирается. Ну, знаете, мне вот, как мне кажется, что гитара здесь не помогала. Вот, мне кажется, гитара, если бы она добавила энергии какой-то, басов, невыразительная гитара. А когда выразительная гитара, она заставляет тебя эмоциональное более выкладываться. Вот, я бы советовала все тут попробовать. Играть немножко. Они, во-первых, у тебя почему-то локоть очень прижали. И ты, смотри, ты вот так вот играешь. Это неудобно. Вот так вот. Локоть-то он должен быть отведен. Я думала, тут уже все это знают. Локоть, по сути, отведен. Тогда у тебя и барре, и все пальцы. У тебя они... Пальцы должны быть как на, по сути, пианино. Ну, вот так вот, скрючены. А это тебе зажимает. Вот как-то все-таки гитара тебе мешает. Как будто, действительно, внутри что-то вот неотпустимо. А ты какую-нибудь песню, которую ты вот знаешь, чтобы зубы подскакивать можешь сделать, чтобы тебя... Вчера много пела на открытом микрофоне, отскакивала. Ну, да, наверное... Ну, вот что-нибудь такое вот, скрючены. Покажи, что ты можешь. Это может быть то, что ты над чем работаешь сейчас. Но вот здесь, я тебе говорю, мне кажется, надо гитара. И потом вот этот вот в конце проигрыш, он как привязанный пришитый хвостик. Он немножко отдельно, понимаешь? Вот он просто, ну, показать, что я еще умею играть на гитаре. Он там, вот как-то ты уже запогасла сама. И вот это вот так вот доигрываешь уже. Ну, вот все, сейчас будет конец. И мы все понимаем, сейчас будет конец. Видишь, оно не добавляет какого-то вот такого послевкусия. Понимаешь? Должно быть, либо оно легко сыграно, чтобы вот это было такое... Знаешь, и все еще... Эта песенка еще так зависла, и так все в этом. А у тебя вот ты вот конец провалил просто. Чисто эмоциональный. Вот, и все. Понимаете, вот все играет роль. Вот в эмоциональном. Тем более, вы знаете, когда мы вот... У нас есть один шанс спеть человеку песню, да? И все. И потом человек ушел, и ты ушел. И второго шанса нет. Поэтому песня, она почему должна быть доходчивой, тем более там конкурсной, да? Она должна выстрелить сразу. Сразу. Интонации, там, подачи, и все. Все, или надо... Все, давай в этом времени у нас мало. Спасибо. Ты уже поняла, ты... Песня «Ни о чем не жалеть» «Ни о чем не жалеть» Этот мудрый печальный закон. Много лет, много лет Лечит нас, и как доктор домашний, знаком «Ни о чем не жалеть» Значит, все остальные слова, как леса в ноябре Опустили игул, как рохочет листва Ни о чем никогда не жалеть, не жалеть Только не, только не В этой малой частице кончается след Никуда не ведущих, но прожитых дней Ни о чем не жалеть Не снилось, нельзя развязать Дорубить смысла нет Надо просто повязку надеть на глаза Ни о чем не жалеть Если память беззвучно кричит Если шок, словно плеть И спустя свой строгер Прыдает мотив Ни о чем не жалеть Это значит уйти зачеркнуть Навсегда Все, что было с тобой Значит память убить Убить свою жизнь За годами для драк Ни о чем не жалеть Более, я не просила Ни о чем не жалеть Это сверх Человеческих сил Ни о чем не жалеть Кто-нибудь что-нибудь скажет? Я могу сказать, что в этой песне очень много гитар и очень мало голоса Лучше, чтобы голоса было больше, а гитара была меньше Потому что от песни важнее передача текста и эмоций, чем у меня Но средства зародить вести передача очень хорошо И паузы И переход на Даже не крик, а просто чуть погромче И бой Это прям Еще замечание Там текст только не Не нет, а вот мало частиц Кончать сетом Только не Хорошо Ну вот то, что я сама слышала Я очень много исполнений этой песни слышала Ну, не считая ее Вигилию Исаакочка Крячкина Вот мне кажется, знаешь Вот немножко ты загнала Вот когда ты пыталась Вот эту вот скорость Такое уже было похоже на цирк Понимаешь Вот ты уже обыстрее еще Хочешь сказать Обыстрее Ты можешь еще играть То есть как-то немножко вот этот вот перебор Как-то вот От этого вот, мне кажется, эмоции страдают Вот Когда человек вот захлестывает Понимаешь Вот Внутри Вот немножко вот этого вот было слишком Как бы сказать-то Страдала глубина За счет вот этой вот техники И потом вот такая театральная пауза такая Понимаешь Оно немножко вот Вот там чуть-чуть поменьше А тут чуть-чуть Вот чуть-чуть Но вот это чуть-чуть Оно все делает Вот это Уверю или не верю Ну, ты меня услышала, да? Чтобы тебя вот это не захлестывало Совсем вот эта скорость А все-таки Каждое слово Чтобы оно было прочувствовано Потому что эта песня очень Глубокая, очень тяжелая На самом-то деле Я не знаю, что ты имеешь в виду Как-то ты ее поешь Ты ее просто поешь Или ты ее какое-то свое поешь? Ну да А свои переживали? У меня клячкинских? Нет Ну это уже здорово Вот Ну вот просто Не загоняй, пожалуйста Потому что Вот этот момент Единственное, что так Немного Спасибо 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 И если бы ты уходил Туманный ветер и дождь Субтитры сделал DimaTorzok А что я с этого Буду иметь Того Тебе Не поднялись Молодец Это смотри, ты Сегодня лучше спела Чем лучше Техно раз Пел Это было более Дубовая Сейчас я более Почувствую Но там у меня есть Немножко Горд какой-то Один у меня И потом Вот видите Вальсовые Вот эти вот Вальсовые размеры Немножко однообразные Когда все время А их вот это Одно и то же Одно и то же Если ты уходил Один уходил Я просто был Незвестный Держим Если ты где-то Один раз спела Не надо везде Не знаю, мне повезло. Именно час разговаривала с Навеллой Николаной Матвеевой. У меня был случай, я была в Германии. И там, значит, выехали на экскурсии. И потом, значит, там какой-то был концерт. И одна дама говорит, а можете спеть про гвоздик? Ну, я ее не пою на концерт. Думаю, ну, спою про гвоздик спелой. И весь остаток концерта эта женщина проплакала. Просто она там рыдалась. Я уже пожалела, что спела эту песню. Видимо, она что-то свое вспомнила. И когда мы разговаривали, я была в гостях Навеллой Николаевны. Она говорит, что вашу песню помнят, любят, знают. Женщины всех стран плачут. Она говорит, что это песня о такой платонической любви. Все ее неправильно толкуются. Я написала такую возвышенную любви. Про эту песню тоже у меня к не особое отношение. Очень трудно. Тут много стульев есть. Надо как-то вот, да, не стесняться взять, сесть. Я хочу спеть песню Александра Дольского. Хочется, пока живешь на свете. Маша. Так хочется, пока живешь на свете. Не замечать обиды и праведы. Не замечать обиды и праведы. И придется быть купцом. Пусть искренне, как в час перед концом. Хочется, пока живешь на свете. Не переживай. Я хочу спеть над тем. Пусть искренне, как в час. Учиться жить в конце концов, Как хочется, покажешь на свете. И вспоминая дом с резвым кольцом, Задуматься о детского ответа. Не злить ни стариков, ни глупцов, Не видеть смертопы, Не видеть с гармонией, палитрой и лицом. Играть свободно словом, звуком, цветом, Но никогда ни правдой, ни лицом. И брать за всю душу, и не в ней дверь, Как хочется, пока живешь на свете. Аплодисменты. Вы так отвернулись туда-туда. Мне прям так хотелось увидеть еще и глаза ваши, Чтобы вы нам это все рассказывали. Это было очень здорово. Спасибо. Аплодисменты. Ну вот я тоже, так сказать, из критических сразу замечаний. Кто хочет, пусть похвалят. Мне кажется, опять же надо более выразительно. В конце где-то проснулась и добавила голоса. Именно вот энергии какой-то. Опять же мне не хватило энергии. Как будто еще и проснулась. Вот. И потом там одно место не приставать, что-то такое. Ты пошла за музыкальным ударением. Понимаешь? То есть надо либо цезурку сделать, не приставать. То есть петь надо все-таки. Это очень часто, кстати, бывает. Особенно те, кто там музыку пишут. Именно идут за вот этим шагом музыкальным. Как бы ритмически. А иногда надо делать, конечно, смысловыми ударениями. Ну и по выразителям так. Не хватает над ней еще работы. Чтобы она не отвлекала. Она еще пока отвлекала. Спасибо. Спасибо. Это моя парелька. Анатолий Гиреев, барышняк. Вот и так я тебе обслуживаю, чтобы все тебя слышали, а то вдруг... Оружеком белым… Что мне с тобой делать? Удем встаешь рано, Дальние ждут страны. На берегу тесно, Это не то место, Где ты живешь вольно, Где проиграть больно. Бьет ветер в глаза, Льет в паруса, И с ней летит по свету. То все в наших руках, Этот закат, эти рассветы. Вот бы найти берег, Где побывал берег, Где ревизот груза Грел на песке груза. Миру задать перцу, Не потерять сердце, И за любовь драться, Значит, живем в рации. Бьет ветер в глаза, Рвет паруса, И с ней летит по свету. Все в наших руках, На облаках, Ревлют планеты. Наши плывут челны, Им не страшны волны. Их позовет ветер, Друга в пути встретить. А если найдешь друга, То не страшна вьюга, И не страшны бури, Хватит у нас дури. Бьет ветер в глаза, Рвет паруса, Песня летит по свету. Все в наших руках, Этот закат, эти рассветы. Бьет ветер в глаза, Рвет паруса, Песня летит по свету. Все в наших руках, На облаках, Ревлют планеты. Песня летит по свету. К концу песни. Думаю, а где они были раньше, эти нотки? Понимаешь, мне кажется, Что надо энергичнее просто, гораздо. Потому что не очень верят, Что с тобой взбираться за любовь. Вот как-то так ты взяла. Вот энергии не хватило мне. Можешь вот начало, Вот ступить уверенно. Начало это очень важно в песне, кстати. Подожди, вот гитару вообще не прозишь, Ничего не слышишь. Там никак не видно. Парусник мой белый, Что мне с тобой делать? Утром встаешь рано, Дальние ждут страны. На берегу тесно, Это не то место, Где ты живешь вольно, Где проиграть больно. Пьет ветер глаза, Пьет паруса. Песня летит по свету, Все в наших руках, На облаках дремлют планеты. Браво! 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 Понимаешь, ты чуть-чуть приложил усилия, И уже, как бы, люди хлопают, Уже реакция пошла, понимаешь? Вот это очень важно. Такое ощущение, что ты вот сонный как бы, Ты не раскачаный внутри. Вот это важно очень начинать. И тебе надо выразить, Работа над выразительностью гитары, Она тебя будет тянуть, Чтобы ты пел выразительно. И тебя это все как раз, Вот мы говорили, кому-то надо сдерживать эмоции, А тебя надо вытаскивать изнутри, понимаешь? У тебя гораздо больше, чем ты выдаешь. Ты не стесняйся этого делать. Потому что вот в этот момент Ты можешь как раз раскрыться, понимаешь? Потом можешь все тихо там в жизни шептать. Видно, ты человек скромный такой, да? Наверное. Вот. И гитара, это как раз твой способ Общаться с людьми. Поэтому вот в этот момент Ты когда как раз открывай эту дверь, А потом можешь ее закрыть. Анна Михайловна, я думаю, Вам говорят, что время вышло... Это я, да. Это я себе поставила будильник, Чтобы не заговориться. Многие ребята, да. У нас вот, видите, у нас 12. Ну просто вы сейчас другие мастера, Вы можете оставаться. Сергей Геннадьевич, да. Вы все могут оставаться просто у нас. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Я, конечно, могла еще что-то тоже. Время действительно подпирает. Я думаю, что то, что я не успела сказать, Другие придут, чем не пьют. Я, знаете, вам спою песню. Вы говорили об искренности. Песня, которая мне сейчас очень нравится. Никита, там дверь заедет. Я ее успею. Я ее узнала. Я была сейчас на фестивале «Осельная Ялта». Песня Константина Вихляева. Такая вот песня-картинка, если говорить. Есть песни же разные, да? Есть сюжетные песни. А есть именно картины. Рыба-Луна по слюдиной реке. Рыба-Луна по слюдиной реки. 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 Льва не даёт, льва луна, льва не даёт, льва луна. Если кому-то интересно, какие-то мои авторские, просто вообще не было возможности что-то показать вам, можно приобрести. Если что, я на концерт на это принесу. Сергей Евгений Геннадьевич Суворов у нас следующий мастер. Спасибо.